Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг», а сейчас я нахожусь на складе нашего двухколесного бренда «МотоСтронг». Все эти мотоциклы недавно приехали из Европы и продаются по очень заманчивым ценам с полным комплектом документов. Мы настолько уверены в состоянии этих мотоциклов, что вы можете проверять их с любым экспертом. Хотите, снимайте пластик и меряйте компрессию, всё будет чётко. Также поможем с доставкой в Россию и также можем оставить мотоцикл клиента до сезона на нашем складе совершенно бесплатно. Ссылочки и подробности о «МотоСтронг» в описании. Сегодня мы разбираем один из первых даунсайдинговых двигателей Renault. Итак, встречаем один и два с турбиной D4F. Двигатель D4F является долгожителем. Его выпускали с 1996 года по 2016 к моторам D-серии относятся четыре двигателя объемом 1.0 и 1.1 атмосферных и один турбированный вариант. Рабочий объем этого двигателя 1149 кубических сантиметров, однако во всех каталогах он обозначается как 1.2. Этот мотор создан на основе чугунного блока двигателя D7F, накрыт новой 16-клапанной ГБЦ. Клапаны приводятся раздвоенными коромыслами, а в приводе клапанов гидрокомпенсаторов нет. Сегодня мы будем разбирать турбированную версию двигателя D4F. Атмосферные версии выдавали мощность 60 и 75 лошадиных сил, а двигатель, к которому прикрутили турбокомпрессор Mitsubishi – 100 лошадиных сил. Блок цилиндров, вход поршня и диаметр цилиндров остались такими же, как и в атмосферной версии. А вот компрессионная высота поршней стала меньше под новую степень сжатия – 9.6 к 1. Турбированный двигатель D4F устанавливали на Renault Twingo 2, Wind, Modus, а также Renault Clio 3. С 2012 года на смену ему пришел совершенно новый 1.2 TCE под обозначением H5F. Двигатель 1.2 Turbo был создан в торопях, то есть чтобы создать даунсайдинговый мотор и догнать конкурентов. Наверное, вы уже поняли, что к этому мотору, то есть к атмосферному мотору, просто добавили турбокомпрессор Mitsubishi. От этого мотор прост и надежен, но весьма прожорлив. Поэтому некоторые владельцы ставят на него газобаллонное оборудование. По опыту владельцев этот двигатель охотно потекает маслом по резиновым уплотнениям, а также по масляному поддону. Двигатель D4F установлен на опорах, которые подходят к двигателям K4M 1.6 литра и K9K 1.5 TCE. Опоры их служат примерно 150 тысяч километров, затем демпферы изнашиваются и это приводит к неприятным вибрациям во время работы двигателя. Датчик коленвала по традиции Renault установлен на колоколе КПП. От старости при нагреве он перестает функционировать и двигатель тогда глохнет и не заводится, пока этот датчик не остынет. К двигателю прикручен турбокомпрессор Mitsubishi TD 025L с перепускной заслонкой, которая управляется вакуумным актуатором. С этим компрессором практически ничего не случается, поэтому и говорить о нем нечего. В данном случае турбокомпрессор продан. Ну а сегодня за очень непродолжительное время этот мотор на раз-два раскидает наш Павлик. Встречаем. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Двигатель D4F оснащен модульной катушкой зажигания, которая использовалась на двигателях Renault с конца 1990-х годов. Эта катушка использовалась на двигателях D и K серии. Помимо турбированного D4F ее можно встретить на 170-сильном двигателе от Renault Clio Sport F4R, а также на F5R, который более редкий и прямо впрысковый. Эта катушка двухвыводная, то есть искра в цилиндрах 1, 4, 2 и 3 зажигается одновременно. Сопротивление обмоток высокого напряжения измеряется по контактам цилиндров соответственно 1,4, 2, 3 зажигания. Сопротивление должно быть 9,8 кОм плюс-минус 0,5 Ом. А сопротивление первичной обмотки должно быть минимальным, колебаться в районе значения 0,4 Ом. Проверяется по пинам вот в этом электроразъеме. Такие проверки стоит проводить при появлении пропусков зажигания, то есть при появлении провалов тяги, а также сильных вибраций. Катушка служит примерно 100 тысяч километров. Дроссельная заслонка на двигателе D4F установлена не под пустым коллектором, а сбоку. Она полностью электронная. Иногда с дроссельной заслонкой возникают проблемы. И тогда ЭБУ включает аварийный режим. Обороты могут не подниматься, а могут зависать. Но чтобы решить данные проблемы, надо просто снять вот эту пластиковую крышечку и почистить и смазать шестеренки сервопривода. Все версии двигателя D4F оснащены распределенным впрыском топлива. Регулятор давления топлива находится на топливном насосе. Давление топлива в рампе должно быть 3,5 бара. Именно эту величину должен обеспечить бензонасос. Кстати, бензонасос частенько выходит из строя. Из-за этого автомобиль дергается при разгоне, а диагностика показывает снижение давления топлива в рампе. Зубчатый ремень ГРМ и помпа системы охлаждения подлежат замене каждые 120 тысяч километров. Двигатель D4F нуждается в регулировке тепловых зазоров. Тепловые зазоры регулируются легко с помощью отвертки гаечного ключа на 10, а также щупа. Есть два размера тепловых зазоров. Все зависит от наличия метки выемки, которую можно увидеть справа от коромысла выпускных клапанов второго цилиндра. Напомним, что это двигатели Renault и цилиндры считаются от маховика. То есть, один, два, три, четыре. Вот это второй цилиндр. Если канавка есть, то тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов будут от 0,25 до 0,32 и от 0,35 до 0,42. Соответственно, а вот если канавки нет, то зазоры будут меньше от 0,10 до 0,17 и от 0,20 до 0,27. Соответственно, регулировать тепловые зазоры надо каждые 80 тысяч километров. А если двигатель эксплуатируется на газу, то вдвое чаще. При регулировке тепловых зазоров надо запастись прокладкой клапанной крышки и сальниками свечных колодцев. После снятия они не прослужат долго и дадут течь маслом. А теперь по состоянию нездоровый лаковый налет. Видно, что масло здесь менялось нечасто, но механического износа мы не наблюдаем. При снятии ГБЦ мы столкнулись с проблемой. Сорвалась шляпка болта. Нередко такое происходит на двигателях Renault. С этой ГБЦ ничего плохого не случается. Если говорить о состоянии, то здесь мы видим обильный масляный нагар. То есть, мотор подъедал масло. Напомним, что блок этого двигателя чугунный. Хон хороший, но на фоне HON очень много побежалостей. Обильный нагар на донышках поршней и даже хлопья из нагара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Ну и по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет к этому двигателю. А к этому мотору подойдет масло ELF EVOLUTION 900SXR с вязкостью 5w40. Выгодно его приобрести вы можете у нашего партнера, компании Armtec, со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. А теперь поговорим о состоянии. Откровенного износа на шатунных вкладышах мы не видим, но мы видим нагар на жаровом поясе, закоксованное маслосъемное кольцо, графитовое напыление не изношено. А вот коренные вкладыши видно, что пострадали от отсутствия смазки. То есть видим откровенные борозды и потертости. Коленвал выглядит неплохо. Верхние коренные вкладыши практически без замечаний. Удивляет то, что все пары трения практически без износа, а в картере двигателя обильные отложения от старого либо же некачественного масла. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали первый крохотный турбомотор Renault. Он архаичен, но в то же время просто надежен, но прожорлив. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».